Доброе утро, друзья! Сегодня, по-моему, уже 25 мая, и я уже тружусь в 7 утра. Может быть, уже немножко запыленная. Принимайте, какая есть. Наш дом опять преподносит нам сюрпризы. Наверное, они никогда не кончатся, но их нужно устранять, ублажать эти сюрпризы. Итак, я сейчас буду откручивать вот эту вот, как это сказать, цоколь, который облицован профлистом. Буду заказывать такую же штукатурку армированную, которую я вот здесь вот цоколь штукатурила. Отрывать под отмостку и заштукатуривать этот цоколь дома. Это просто какой-то ужас. Вчера я стала отрывать здесь. Сейчас попробую не переключиться, чтобы вам показать. Вот, начала вот здесь вот отрывать под плиточку. Мы же хотели, планировали, вернее, начать с плиточки. В общем, планы поменялись. Будем делать отмостку в доме. Там у меня горит костер. Зажигаю. В общем, там уже столько хлама собралось. И мне нужно это все сжечь и перенести этот самодельный мангал. Потому что мне там тоже нужно вынимать грунт. В общем, та выемка грунта, которая была в том году, это, наверное, меньшая половина. То есть, одна треть. Я думала, что хватит. Но потом, когда... Сейчас вот здесь вот покажу вам. Не, наверное, сейчас переключусь, потому что так неудобно. Короче, получилось так, что конец вот этого профлиста, конец цоколя, был слишком низко от земли. А здесь же еще должен быть гравий сантиметров 10-15, не меньше. Потом подушка песка, или сначала песок, потом гравий. Потом слой плитки. В общем, не хватило этой высоты. И мне пришлось вчера отрывать вот здесь вот, ну, дальше, чтобы увеличить высоту. Или, так скажем, углубиться вниз. Вот. И когда я стала это делать, очень хорошо, что я приняла такое решение. Посмотрите, что я увидела. Это просто жесть. Кто же делает фундамент, или они укрепляли вот этим красным кирпичом. Все сыпется, все просто. Вот здесь вот. Вот это все нужно, видите, все потрескалось. Оно на соплях тут уже держится. Рукой, конечно, я не отдеру, но по нему вот так вот цокнуть молоточком, и все отпадет. Короче, это все надо устранять. Отрывая я вот такую а-ля отмостку. Видите, как делали? Ну, я понимаю, тогда, когда строился дом, еще не знали, наверное, что такое отмостка полноценная. А здесь вот 5 сантиметров, может быть, это бетон был, или не знаю, что это было. Короче, вот это все я повытаскивала. Теперь моя задача открутить вот здесь вот саморезы. Вот они. Снять облицовку этого цоколя, заштукатурить по периметру весь дом. Сейчас пойду в строительный магазин. Оказывается, Леша покупал здесь у нас вот эту армированную Юнис, штукатурку специальную. На стены, когда я штукатурила пеноплекс, там был Перфект фирмы, и он покупал это в Москве. Это я немножко уже подзабыла. И Короед Перфект, фирма Перфект, тоже в Москве. А вот эту уже штукатурку покупал здесь. Вчера я с ним, с Лешаком, переговорила, и прям обрадовалась, что это было куплено здесь. Вот. Сейчас пойду в строительный. Буду заказывать, наверное, мешков в 12. Благо, здесь доставка 250 рублей. Недорого, если не хватит. Потом лучше еще докуплю. Просто не хочется, чтобы выкидывать лишнее, если останется. Ну, я думаю, в своем доме, наверное, не останется. Так что планы у нас поменялись, друзья. Сначала займемся отмосткой в доме, для дома. А потом уже будем, если время останется, отпуск не безразмерный. Потом уже, может быть, я сама, может быть, еще неделька у Лешака будет осенью там. Потом уже будем заниматься плиточкой. Ну, я, конечно, тоже большую работу проделаю. Начну вынимать потом грунт возле дома. Но здесь, видите, опять, я же говорю, все надо продумывать, друзья. Все вот до мелочей. Сначала мне нужно снять. Я уже тачек 20 вывезла. Да больше какие 20. Посмотрите, сколько здесь сантиметров. Вот там вообще, наверное, 40 сантиметров сняла. Вот даже видно. Видите, докопалось. Ну да, сантиметров 40. Вот, и оно вот так идет на нет. Там вот поменьше уже слой. И вот этот слой желательно все-таки убрать. Докопалась я до нашей канализационной трубы. Я ее увидела. Мне надо ее. Вот она оранжевая. Мне надо ее ПВХ труба. Вот это наша раковина. Ну, в общем, раковина, туалет. Все сюда выведено. Я так поняла. Потому что унитаз у нас здесь стоит. И здесь трубы нет выхода. Значит, это вот так совмещено. И потом идет вот в яму. Вот. Нужно будет аккуратненько здесь пройти эту трубу. Не нарушить. И выбрать. Посмотрите, здесь еще какой слой земли. Мне нужно все убирать и вывозить. То есть здесь я прокопалась очень глубоко. Ну, а там решила сэкономить. До этой глубины я не буду рыть. Вот здесь, видите, такая вот ступенька получилась. Вот. Но все равно сантиметров 15 вот этого грунта нужно снять. В общем, работаем. Не унываем. Сейчас взяла вам шуруповерт. Попробую все-таки открутить я эти саморезы. И уже готовить дом для штукатурки цоколя. Так, жду аккумулятор. Сейчас буду заряжать. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, вот этот продых специально для подпола в доме. Вот сюда лезут мышки. Вот сюда нужно поставить металлическую решетку, как там в пристройке сделано. И тогда, ну, может быть, и проберется как-то мышь, но их будет меньше. Вот они, ходы. Залезай не хочу. Короче, здесь не так все плохо, я хочу сказать. Здесь более-менее штукатурка, да не более-менее, а я ничего рушить не буду, она здесь очень хорошая. Вот там, вот в самом низу, ну, потому что не было отмостки, и, естественно, все это прело. Прело рушилось. Напитывалось водой. В общем, скорее всего, все это я заштукатурю. Вот это все уберу, вот это безобразие. Вот здесь вот... Ой! Ну, нет, тут хорошо держится, прям очень хорошо. А вот это вот, все, что дышит, я это все поснимаю. Вот там щель тоже, вот вижу щель. Ее нужно залепить штукатуркой караед. Она очень хорошо, дом-то деревянный. Она с деревом хорошо контактирует. Вот. В общем, такой у меня фронт работ. И, скорее всего, купим еще пеноплекс и фундамент или цоколь. Утеплим еще пеноплексом. И вот это тогда, этот дом еще простоит еще сто лет. Больше пятидесяти он состоит. Он, наверное, уже мой ровесник. И простоит еще два раза постолько. Так что вот, друзья. Ничего, все это поправимо. Зато, я думаю, дом скажет спасибо. Вот это вот тоже мне все-все снимать. Вот я сейчас залезу. Но там, вы знаете, я еще, конечно, не откапывала под это, под отмостку, как здесь. Ну, посмотрю, в каком состоянии низ цоколя там. Вот. Ну, короче, я так поняла, то, что было закрыто вот этим профлистом, вот здесь оно в хорошем состоянии. Ну, беда в том, что нужно было делать, конечно, в доме отмостку. Может, прежние хозяева как бы и, ну, как сказать, не собирались здесь жить. Может быть, сделали этот дом на продажу. Мы им, конечно, очень благодарны. Здесь очень много сделано. Пристройка вот эта сделана. Ну, много проведен водопровод, ванна, канализация, туалет, газ провели. Ну, и так в доме там пол был. УСБ сверху, значит, на те доски, которые были изначально в доме. Линолеум. Мы, конечно, все сделали под себя. И будем продолжать делать все под себя. В общем, сейчас я здесь вот буду заниматься этим. И уже отпадает... Может быть, поменьше куплю штукатурки. Ну, 10 мешков все равно точно нужно брать. Не знаю, как я буду снимать вот эту обрешетку. Здесь же еще, ну, хотя бы поперечины вот эти сниму. Хотя бы вот эти поперечины. Здесь можно их открутить, чтобы мне удобно было штукатурить. У меня еще есть дней 10 до приезда Лешика. Не знаю, за что хвататься. То ли здесь штукатурить, то ли землю вывозить. Ну, наверное, буду штукатурить. А почему отсюда весь этот фронт работ, я вам объясню. Вот здесь я же в том году тоже землю выбирала. И как бы вот такой помост из старой двери. Очень удобно выкатывать тачку с землей. Если бы я начала работы отсюда, здесь бы все нарушилось. И уже тяжелее бы было все это вывозить. Вот я возвращаюсь к тому, что нужно все делать, ну, продумать сначала. И последовательность работы тоже, друзья, важна. Да, как-то не очень сейчас выглядит наш дом. Ну, ничего, все поправимо. Хорошо, что я туда залезла. Возникла вот идея с утеплением цоколя пенопластом. Ну, и все дырочки там позамазываю. В общем, друзья, все будет хорошо. Пока вот здесь вот тенек. Вот он уже ползет. Уже у меня все меньше и меньше времени. Надо торопиться. А то потом здесь будет очень-очень жарко. Солнышко повернется. И после обеда здесь очень сложно работать, потому что жара. Да, и после обеда нам обещают дождик опять. Вчера, кстати, я обработала деревья хорусом. Вечером или ночью моросил опять дождь. Не знаю, дало это результат. Причем все пообрабатывала. Вот здесь вот тоже веточка испортилась. Видите, я ее обломала. Все деревья я обработала хорусом. Через недельку нужно будет повторить. Так что я вам очень благодарна за ваши дельные советы, которые вы даете. Сегодня еще должна прийти затеняющая сетка. Тоже надо натягивать, чтобы перец не слишком парился на солнце. Вот здесь огурчики тоже пошли уже расти. Друзья уже такие хорошенькие. В общем, друзья, все хорошо. Не унываю. Это делать тоже надо. Что теперь сделаешь? Хорошо, что увидела. Так что за красивой облицовкой могут скрываться некрасивые дела. Вот и костюр мой прогорел. Весь мусор сгорел. Потом этот пепел соберу. Им очень хорошо посыпать. Вот, кстати, огуречные грядки. Очень хорошо оттли. Все. Пойду посмотрю. Наверное, зарядился мой аккумулятор. Но вот я почему-то люблю работать. Это аккумулятор от шуруповерта. Больше люблю работать отверткой. Она никогда не подводит. Ничего не прокручивается. Все, друзья, пошла работать. Смотрите. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...